Дистанционный мастер-класс «Роза из гофрированной бумаги». Самые красивые и популярные цветы – это, разумеется, розы. Зачастую розы используются для создания бумажных поделок. Гофрабумага – очень податливый материал и с ней очень легко работать. Поэтому данное творчество под силу даже детям. У вас получатся совершенно различные композиции или заготовки из цветов, которые можно использовать в дальнейшем для создания какой-либо поделки. В самом простом варианте готовые цветы из бумаги просто составляют в виде букета и ставят в красивую вазу. Итак, для создания розы потребуется материал. Гофрабумага любого подходящего оттенка, проволока, ножницы, клей ПВА, плотный картон, простой карандаш, бумажная лента нужного цвета, плоскогутку. ПОДПИСЫВАЮТСЯ На плотном картоне нарисуйте лепестки роз разных размеров. Рекомендуется использовать 3-4 шаблона. Если воспользуетесь большим количеством, роза будет смотреться лучше. ПОДПИСЫВАЮТСЯ Приготовьте гофрированную бумагу выбранного вам цвета. Сложите бумагу гармошкой с учетом ширины самого большого лепестка. Приложите заготовки к бумаге и вырежьте из нее лепестки. У вас должно получиться сразу несколько заготовок. Проделайте это с каждым шаблоном. ПОДПИСЫВАЮТСЯ Лепестки следует приготовить для сборки. Для этого растяните края каждой заготовки из гаспированной бумаги, ухватив их в двух закругленных углах. По середине лепестка пальцем сделайте выемку внутрь будущего бутона. ПОДПИСЫВАЮТСЯ По тому же принципу приготовьте листья и чашелистик для будущей розы, если в этом есть необходимость. Растягивать края листьев не следует. Придать форму можно уже в самом процессе присоединения или по окончании всех действий. Возьмите проволоку и нарежьте несколько отрезков равной длины. Соедините их в руке. Загните один образованный конец с помощью плоскогубки. Это будет сердцевина бутона. Самым маленьким лепестком оберните проволочную сердцевину, предварительно приклеив нижнюю часть бумажной заготовки к будущему стеблю. Формируйте бутон постепенно, приклеивая лепестки в соответствии с размерами от меньших к большим. Зеленой лентой или тонкой полоской из гофрированной бумаги или зеленой нитью оберните несколько раз основание бутона, создавая шишелистик. Продолжите от чашелистика обматывание всего стебля, предварительно в подходящих местах приклеивая к проволоке приготовленные листья. Закрепите в конце материал, используемый для формирования стебля, клеем ПВА. Расправьте все лепестки и придайте форму листьям. Дайте цветку подсохнуть. Сделайте таких несколько штук и установите их в вазу. У вас получится красивый букет. Также подобным образом можно сделать розы для последующей компоновки в плетеную корзину. Творите удивляйте, проявляйте фантазию. Творческого вдохновения!